В Твери на улице Трудолюбия уже больше месяца парит разрытый коллектор, создавая помехи для полноценного дорожного движения и опасность для пешеходов. Однако правое облако поселилось не только там. Аналогичная ситуация в Пролетарском районе. О том, какие проблемы создают разрытые теплотрассы и когда их наконец-то закопают, выясняла наша съемочная группа. Эта парящая рема среди прикрестка появилась здесь еще в начале сентября. Наша съемочная группа уже выезжала на это место. И с тех пор ничего не изменилось. Рабочие здесь, по словам местных жителей, не появляются. А вместе с тем яма начала осыпаться и создает опасность для прохожих. Жители близлежащих многоэтажек идут через перекресток улицы Учительская переулка Трудолюбия с молитвы докрестять. Повод опасаться за свое здоровье признается прохожий парящий коллектор. Он хоть и огорожен, но ограждение падает. Вокруг валяются куски асфальта. Это разрытие мешает полноценно двигаться и автомобилистам, и пешеходам. Водителям приходится объезжать яму по тротуару и зебре, создавая аварийные ситуации. Получилась такая яма, и вот они дождутся, что туда либо машина, либо люди провалятся. Тогда, в начале сентября, Тверская генерация сообщила нашему телеканалу, что на этом месте ведутся ремонты работы, и разрытый коллектор закопает, как только они закончатся. Но точных сроков не назвали. Прошло полтора месяца, а картина та же. Здесь все перерыто. У нас через два машины ездят по базу, вот так поезжают. И никого нету здесь, даже ни народу, никто не приезжает. Приедут, посмотрят, обратно уедут. Все. Эта яма стала уже не кровоточащей, а гниющей раной для квартала, рассказывают жители. Копают на перекрестке из года в год. Вместе с тем, здесь на одной улице детский сад и школа. Куда по глубоким лужам, рискуя оказаться под колесами автомобиля, вынуждены ходить дети. Впрочем, идти за знаниями дворами тоже сомнительная альтернатива. Особо проехать не получается, потому что приходится через дворы объезжать. Это больше времени, это сложнее, потому что там еще перекопано. Из-за большого потока автомобилей в час пик на асфальте тротуара стали появляться колейность и лужи сетут местные жители. Ой, у нас здесь в Венеции происходит. Вот. Постоянно. Когда уже прошел, тут вообще не пройдешь. Из-за этого, наверное, раскопали, а работа не ведутся. Эта проблема прописалась не только на перекрестке улицы Учительская и Переулка Трудолюбия. Аналогичная ситуация и на перекрестке улиц Коробкова и 6-я Пролетарская. Здесь коллекторы разрыли еще в августе. Но и этой ямы оказалось мало. Говорят, что нужно дальше рыть, но не роют. И здесь не асфальтируют. И в итоге за три месяца, август, сентябрь, октябрь, сейчас уже ноябрь начнется, за декаду целую, ноль. Как рассказали местные жители, в частном секторе есть проблемы с освещением. И как здесь ходить и ездить темными ночами никто не знает. Недовольных много, а вопрос у всех один. Когда же Тверская генерация пройдет в порядок места раскопок? Неужели дождутся зимы, когда грязь замерзнет и появится повод отложить работы? Как пояснили в организации, благоустраивать перекресток Трудолюбия Учительской будет подрядная организация. Взяться за лопаты в планах уже на следующей неделе. А для того, чтобы закопать коллектор на пересечении Коробкова-Пролетарской, нужны плиты перекрытий, которые закупили и ждут поставки. Продолжение следует...